Еще раз добрый день, коллеги. Рад всех видеть, выживших после обеда. Мой доклад называется «Еще раз, сколько безопасности требуется отстраивание правильного устройства и операционной системы». Меня зовут Парев Сергей, я руковожу группой, которая занимается Real Time Касперский ОС в лаборатории Касперского. Начну с шутки. Я очень люблю выступать после обеда. К концу доклада половина аудитории не выживает, поэтому будет меньше, наверное, кайф разных вопросов. Ну и для тех, кто не выживет, сразу отвечу на вопрос, который у меня вынесен в заглаве. Сколько безопасности требуется? Много. Я вот пытался посчитать, сколько там механизмов защиты. Вписал, ну там не все, но такие большинство. Порядка 35. Если мы возьмем какой-нибудь документ иностранный, то там 50 точно будет механизмов защиты. Соответственно, план у меня доклада и вообще зачем я именно такую тему выбрал доклада. У нас есть промышленные устройства, есть разработчики промышленных устройств. Соответственно, для ряда устройств у микропроцессорных особенно нужна операционная система. Соответственно, разработчики устройств живут как бы в неком своем мире, со своей нормативкой, со своими практиками и так далее. И разработчики операционных систем встраиваемых тоже живут в неком своем мире, со своими нормативками, например, с профилем защиты от стек России по безопасности встраиваемых операционных систем. И они не всегда там друг друга понимают. Соответственно, мне кажется, что для того, чтобы прокинуть мостик между пониманием того, что действительно нужно, вот неким конечным изделием на наших операционных системах, нужно сделать пару шагов. И один из этих правильных шагов — это моделирование угроз. Если только моделирование угроз может ответить на вопрос, какие механизмы защиты нужны. Ну, соответственно, я попытаюсь сейчас сделать такой полный моделирование угроз. Я, конечно, делать не буду. Это потребовало бы большого количества времени. Ну, некий экспресс-моделирование проведу. И попробую объяснить, а зачем, ну и какие механизмы закрывать соответствующую угрозу. Ну и в конце пару слов про то, чем мы занимаемся в лаборатории с Касперским узлом. Начну с того, что такое промышленное устройство в рамках этого доклада. Ну, также, наверное, не все понимают, сколько таких вот устройств, которые работают в промышленности. И на самом деле они нас окружают. Вот вы утром встаете, включаете свет, для того, чтобы в лампочке зажглось электричество. Нужно, чтобы на какой-то подстанции произвелось электричество. Там ряд АСУТП, например. Или ряд АСТУ. АСУТП — это автосистема управления технологическими процессами АСТУ. Это в электроэнергетике примерно то же самое. То есть там есть верхний уровень какой-то, есть средний уровень, про устройство, для которого я сейчас буду рассказывать. И есть нижний уровень, на котором находятся датчики, сенсоры, ну, низовое оборудование. Есть исполнительный механизм. Соответственно, здесь вот ряд аббревиатур, их гораздо больше. Я для примера вот привел несколько. И привел для примера, наверное, три самых массовых таких типов устройств. Это программируемые логические контроллеры, терминалы ЭРЗА в электроэнергетике. ЭРЗА — это устройство, которое смотрит на короткое замыкание. Если оно случается, отключают, грубо говоря, какое-то силовое оборудование. Ну, и УСПД — это устройство такие более мелкого класса. Соответственно, они собирают, ну, например, со счетчиков какие-то данные и отправляют куда-то наверх. Соответственно, начнем как бы сверху. Откуда вообще потребности возникают в защите промышленных устройств? Ну, не открою секрет, для безопасников всегда тут две таких ветки. Первая — это нормативные требования. То есть то, что заставляет разработчиков делать. Ну, и какие-то реальные атаки, которые происходят. Ну, соответственно, если говорить про нормативку, все сильно изменилось с принятием федерального закона 187-го по критической информационной инфраструктуре, потому что все объекты, ну, не все, как бы, большое количество, если не подавляющее количество объектов, на которые работают вот такие промышленные устройства, они все стали объектами КИИ. В большинстве своем значимые объекты КИИ, на которые распространяется, например, 239-й приказ СТЭК, в котором описаны меры защиты по защите таких систем. Ну, соответственно, если у нас есть система, которую мы защищаем, внутри устройство, которое работает, оно не вакууме, подвешено же, да, на него тоже падают определенные требования по защите. Кроме этого, ну, такой общей нормативки, общероссийской, есть отраслевая нормативка в каждой отрасли, там, в электроэнергетике, у PowerOS сети, там, в Росатоме своя нормативка, она тоже бывает разная к системам, к конкретным устройствам разного типа. Ну, и, соответственно, третий, вот в нормативке такая корзинка, это разные международные стандарты, я здесь парочку привел, наиболее, наверное, релевантных. Первый стандарт 62.443, там пара разделов гармонизирована в России, достаточно плохой перевод, но тот раздел, который наиболее здесь интересен, это раздел 4.2, которым перечислены механизмы защиты для подобных устройств, он, к сожалению, в России не переведен, не гармонизирован, но, тем не менее, он очень интересен для тех, кто делает защиту для промышленных устройств. Второй стандарт, это уже к электроэнергетике относится. Ну, и второй момент, который двигает разработчиков устройств заниматься безопасностью, это реальные атаки. То есть после 22-го года особенно, ну, наверное, практически все крупные компании промышленные столкнулись просто с валом серьезных как бы атак. Раньше, может быть, что-то не видели, не замечали, не обращали внимания, их не ломали. Но вот после 22-го ситуация очень сильно изменивается. Она и до этого как бы росла достаточно интенсивно, количество атак, но потом стало еще хуже. Поэтому интерес к этой тематике стал гораздо больше. Ну, соответственно, переходя к моделированию угроз, я схематично обозначил устройство, на которое сейчас я буду анализировать угрозы. Чтобы было понятно, ну, здесь как бы такой моментальный снимок самого устройства. То есть такая коробочка, да, в которой торчат, ну, может быть, экранчик, какие-то элементы управления, кнопки, не знаю, рычажки, которые можно управлять, что-то как-то воздействовать на устройство. Соответственно, у него есть интерфейсы, там Ethernet-порт. Вот, а, ну, забыл сказать, что вот эти промышленные устройства, это достаточно консервативная область вообще, там, например, отрасль от СУТП, но в последнее время там идет унификация. Ну, и железо, и подходов, и даже межсотраслевая идет унификация. Поэтому вот это такое типовое сейчас устройство, то есть наверх используется Ethernet для связи с верхним уровнем. Там, ну, наверху, там, если мы говорим про СУТП, там может стоять какие-нибудь там сервера рабочей станции, SCADA, OPC-сервер, архивный сервер, и еще там множество различного другого оборудования. И какие-нибудь станции оператора, инженера. Ну, и, соответственно, у нас есть какие-то пользователи во всей этой системе. А, ну, и вниз у нас идет, естественно, полевая шина, то есть это может быть какой-то UART, например, на котором уже висит низовое оборудование. Значит, у нас во всем этом истории есть пользователи. Это, ну, обычные пользователи и, там, привилегированные пользователи. Соответственно, у нас есть обслуживающий персонал и подрядчики. Подрядчики самые, это страшные с точки зрения безопасности, потому что там есть разработчики устройств, которые подходят к устройству и могут что-то делать, там, прошивку накатывать. Это очень опасно. Вот. А, ну, забыл сказать, что в инженерный порт тоже могут подходить, втыкать какой-нибудь ноутбук, чего-то делать с устройством. На части устройств есть съемные носители, тоже можно что-то там повтыкать. И даже не только съемные носители, а вообще, если, например, разработчик предусмотрел, что туда втыкается только флешечка, то может кто-то подойти, просто втыкнуться в USB и что-то сделать не со флешечкой, а с ноутбуком. Попытаться. Тоже забывает иногда про вектор атаки. Значит, нарушители. Ну, там, наверное, здесь такая уже специальная тема. То есть вот все пользователи, это у нас потенциальные нарушители, они имеют какой-то доступ к нашей системе. В системе, значит, они внутренние. Ну, и, соответственно, есть внешние, которые не имеют доступа. Например, там какие-то хакеры, которые сидят где-то удаленно. Ну, и, соответственно, есть градация по возможностям нарушителя. Базовый — это человек, который умеет пользоваться компьютером. Соответственно, базовый повышенный — это тот. Ну, это вот ближе к такому, наверное, системному инженеру какому-нибудь, который может там откуда-то с интернета скачать какую-то интересную программульку, да, запустить. Ну, и средние — это уже те люди, которые могут прошивочку проверсить, поискать там уязвимости, какой-нибудь софт в интернете купить специальный или уязвимости, и, соответственно, использовать купить. В целом ситуация сейчас такова, что надо ориентироваться именно уже на средний уровень атакующих. Для того, чтобы модель угроз правильно построить, надо понять, что мы защищаем. Ну, соответственно, вот на этой картиночке я примерно указал, что мы защищаем. То есть у нас на устройстве… мы защищаем как бы устройство, поэтому мы защищаем все, что внутри. Значит, в ПЗУ у нас там находится, собственно, прошивка с операционной системой, прикладом каким-то. Там она может одним блоком быть, может быть там пакетная система, это сейчас неважно. Естественно, есть конфигурация. Есть некая ключевая информация, то есть это то, что надо защищать… Ну, я забыл сказать, что вот для первых двух нам важна обязательно целостность, ну, и антитичность, естественно. И если мы это перекачиваем откуда-то, то важен еще источник, откуда мы это скачали. Ключевая информация – это для нее важна конфиденциальность, потому что это аутсекционная информация, которую нельзя показывать никому. Ну, там бывают еще, например, какие-нибудь ключи секретные, которые тоже не надо никому показывать. Вот, журнал событий безопасности, для него важна целостность, и вот я бы рекомендовал конфиденциальность. Ну, и вот обмен с разными уровнями, здесь с верхним уровнем, с инженерной станцией, которая подключается в инженерный порт, тоже нужно защищать. Как минимум нужна целостность, ну, желательно тоже конфиденциальность. Ну, я забыл сказать тоже, что контроллер у нас может общаться и с такими же контроллерами на этом же самом уровне среднем. И это тоже надо защищать. Кроме того, у нас есть вот то, что исполняется на контроллере, то есть программная среда исполнения. Это вот то, что операционная система, она мало того, что лежит где-то в ППЗУ, в прошивке, да, с включением контроллера она запускается, соответственно, там ряд загрузчиков, цепочка загрузчиков срабатывает, после этого запускается операционная система, после этого срабатывает приклад, там он может тоже что-то делать, в итоге получается среда исполнения. Все это тоже надо защищать. Если кто-то нарушает целостность среды исполнения, то сказать, как после этого будет работать наше устройство, не представляется возможным, потому что мы потеряли целостность. Как нас будут атаковать? Все ручки, которые есть на нашем устройстве, злоумышленник может покрутить. Если у него есть физический доступ к месту, где наше устройство находится, он может смотреть на экран, нажимать кнопочки. Если вдруг там можно каким-то образом достать наши защищаемые активы, например, посмотреть пароль, то он может это сделать. Кроме этого, он может у нас локально во все наши интерфейсы втыкать свое устройство. Ну и удаленно, соответственно, внешний нарушитель может прийти нам по технологической сети и атаковать нас через Ethernet. Ну и забыл сказать, флешку тоже он может втыкать, если физически подошел. Например, с каким-то неправильным программным обеспечением или наоборот на эту флешечку что-то скачивать, чтобы нам не хотелось, чтобы он скачал с нашего устройства. Сергей, три минуты, потом вопросы. Да, хорошо, половина где-то примерно. Ускоряюсь. Соответственно, как нам это все защищать? Ну опять же, я сказал, что это устройство у нас не подвешено в воздухе, на него есть определенно сейчас по КИИ нормативка. Соответственно, строится комплексная, естественно, система безопасности. Она включает и наложенные средства, и встроенные механизмы защиты в само устройство. Это правильный подход. То есть не надо думать, что устройство, его можно защитить только встроенным механизмом защиты. Все это должно работать в неком комплексе. Так, ну про стандарт не буду тогда на что-то говорить. Вот. СТЭК России в своем 239 приказе рекомендует приоритетное использование, естественно, встроенных механизм защиты. У них есть ряд преимуществ. Тоже подробнее буду останавливаться. Желающие могут посмотреть на каком-нибудь моем другом докладе. Я об этом докладывал на других конференциях. Вот. И касаясь того, а как механизмы защиты, и где они должны располагаться, мое устойчивое мнение, что должны они располагаться именно в операционной системе. То есть прикладной программист, он не должен как-то сильно беспокоиться о том, как защищать. Вот у него есть требование, которое сверху на него как бы накладывает регулятор. Ну там вот сливой, например. Он идет, смотрит в операционную систему, чтобы оттуда поиспользовать правильно, все это настраивает и получает нужный ему результат. Ну и, соответственно, пройдусь быстренько по механизму защиты, по вот этим 35 механизмам. Все начинается, естественно, как я его называю, на механизм номер 0. Он должен быть в любой защищенной системе. Ну и в защищенном устройстве. Это аудит, естественно. Почему он должен быть? И он защищает в целом от любых угроз. Это вот когда уже все случилось. Нас где-то пробили, угроза реализовалась. Для того, чтобы можно было найти, а кто же это сделал, да? Ну, как минимум, куда-то пальцем показать. Ну, давайте не буду подробно останавливаться, как устроен аудит. Я думаю, многие об этом знают. Важно вот тоже, чтобы… Это можно делать с помощью аудита или другим способом, чтобы пользователь не мог отказаться от своих действий. Ну, делается это, например, под подписью соответствующих записей в аудите. Ну, кроме этого, раз у нас есть пользователи, нам нужен контроль доступа к устройству, я рекомендую РБАК, ну, role-based access control, ролевой доступ, правильный персонализированный доступ, потому что есть отраслевые требования, в которых такой очень вырожденный доступ требуется на уровне ролей. Это неправильно, потому что, опять же, мы должны знать, а кто же это сделал в итоге. Если нет персонализированного этого контроля доступа, то в итоге порой раздается всем одинаковый, да? Получается, что все ходят по одной учетке, и кто же это сделал, мы не знаем. Кроме того, персонализированный доступ дает нам возможность вторых факторов на основе сертификата, аутентификации, ну, и другие разные интересные фишки. Также контроль доступа очень интересный, централизованный контроль доступа, централизованное управление учетками пользователей. Значит, второй блок — это сетевые векторы атаки. Ну, опять же, я считаю, не все с этим согласны, что в любое устройство должен быть включен блок защиты от сетевых атак, хотя бы, ну, базовый. То есть это от каких-то там флуда, сетевого ошибок, каких-то пакетных. Это нужно и с точки зрения безопасности, и с точки зрения надежности. Ну, дальше не буду перечислять, я думаю, все прочитали. Главное из вот этого списка — это, естественно, защищенный канал связи. Потому что по-другому мы не сможем обеспечить целостность, ну, и конфиденциальность, например, команд управления. Это тоже важно, хотя они всегда требуются. — Сергей, у нас остается еще три минуты на вопросы, и ты заканчиваешь. — Хорошо, я быстренько пройдусь тогда по блокам. Вот это самый важный блок был — контроль целостности, собственно, программной среды. Здесь много разных механизмов, начиная от доверенной загрузки. Вот тоже, как бы, многие разработчики спрашивают, зачем нам доверенная загрузка? Вообще, как бы, от чего она защищает, да? На самом деле она нужна для того, чтобы у нас вот эта вот программная среда была целостна на всем этапе ее жизненного цикла, начиная там с включения питания устройства. Здесь также важно именно различные механизмы внутри операционной системы, которые очень сильно мешают нарушить или эксплуатировать уязвимости. Их много, в частности, например, изоляция процессов, как один из базовых таких механизмов. Вот, ну, про контроль съемок носителя не буду. Так, я даю полушу. Давайте. И последний блок — это, ну, такие дополнительные уже механизмы защиты, выкопирование. Ну, здесь важно, конечно, централизованное направление настройки безопасности. Иначе у нас администратор просто зашьется, и в итоге раздастся им, опять же, одинаковые пароли, одинаковые настройки, одинаковые учетки, и безопасность можно уже забывать. Пару слов про Касперский ОС, про тем, чем мы занимаемся. Занимаемся мы Касперский ОС RealTime, исследовательский проект, как раз для промышленных устройств. Доклад закончен. Спасибо. Спасибо. Головно по Европе. Очень много подробностей, да, наверное, вопросов. Вот, Стас. А вот вопросов что-то я не вижу. Меня пугает. Неужели Миша придется задавать вопросы? Да что ж такое, Господи? Я после обеда не могу. Есть один вопрос, да? Кажется, я разбудил аудиторию. Валерий Коржов, Т-двайзер. Когда вот вы... Список ролей, которые там вот... Список кого еще раз? Список. Ну, вот вы там публиковали там в самом начале список атакующих, да, хакеров? А, нарушителей, да? Да, список нарушителей. Так вот, по классификации в стек, вот там пользователи, администраторы, подрядчики, это все ерунда. Самый опасный нарушитель это производители... Ну да, конечно, подрядчики, это они есть. Производители устройств, обязательно, да, я об этом сказал. В связи с этим, вот, как-то проверяется ваша операционная система и будет ли сертификация? И как вот у вас... Потому что у вас операционная система, как бы такая... Да, да, ну, оценка соответствия. Да, да, да. Смотрите, я здесь специально не стал вдаваться вот в подробности, связанные там с закладками и так далее. То есть мы предполагаем, что операционная система делается по соответствующему процессу. Вот у нас называется там кибериммунный, он там соответствует разработке безопасного программного обеспечения. То есть этот процесс, как бы, он обеспечивает того, что на этапе разработки в операционную систему не добавляются какие-то закладки. Ответил на ваш вопрос. Частично. А, ну, понятно, сертификация в стеке. Ну, вот у меня проект, соответствующая сборка под промышленные устройства, он находится сейчас в исследовательской стадии, но мы планируем, конечно, сертификат стека. Несомненно. Без сертификата стека... Если, я не знаю, там, вчера выступали, как бы, мои коллеги, говорили они об этом или нет, сейчас одна из наших сборок проходит сертификацию стека, наверное, уже на финальной стадии. Ну что ж, я не вижу больше вопросов. Да, у нас и время закончилось, так что, наверное, следующий раз. Спасибо за внимание. Успешного прохождения сертификации.